Могут ли джинны вселяться в любого человека, даже, например, в соблюдающего мусульманина, того, кто молится и так далее? И также, если человек молится, соблюдает, может ли его коснуться порча? Человек, который соблюдает ислам, читает Коран, делает аскари, не пропуская, иншаллах, он, этот человек, защищен от сихра, этот человек, защищен от джиннов. Но, пора от джиннов, но человек не всегда не бывает такого в высшей степени имана. Иногда бывает, где-то послабление делает, иногда-то забывает об аллахе. Это момент, ищут этой джинны, залезть в человеку тоже. Тем более, если этому человеку сделали порчу. Порчу, когда делают, это сихр, это хақ, истина, это сихр. Некоторые думают, это не бывает такое. Нет, Аллаху Курану тоже рассказал, что во время Муса, алейхиссалям, сами были распространены, были предферауны, что сихр, колдосту. И в Куране тоже подтверждается, что колдосту бывает. И мы по практике тоже видим, столько людей страдает от этой порчи. От порчи тоже, если кто-то, кто Аскара делает, это зикр, утревечерний зикр делает, попозже, ла-ляху этот, вспоминает Аллаху Су-Мау-Мау-Таалу, он более защищен от них. И порча тоже, если даже получилось, можно от них тоже лечиться. Если, например, часто бывает, находят порчу, где-то под пастель поставили что-то, или где-то одежды, где-то там-то находят, тогда легче их вылечить. Там, прочитать на воду аяты, Курана, дуаи, которые делают, туда бросят, их там узлы, которые там есть, раскрыты, и сушить их щиджач, или же так в речку бросить, и, иншаллах, этот человек излечится от этой порчи. Если даже не можно их найти, читать на него рукуя, заклинание из Курана, из Суны Пророка, саллиллаху алейкум, так тоже можно лечиться от этих недугов. Эти люди, очень грязные люди, эти люди, за этих людей, сколько людей страдают, колдустом занимаются, порчем занимаются, или же кто к ним ходит, им деньги дают за кого-то, чтобы порчу делать. Это очень распространено сейчас, очень распространено, очень сильно. Есть опытные колдуни, могут они делать, например, например, некоторые ходят, чтобы они развелись. Опытные делают, именно большинство, которые у нас там называют целительными колдунами, они неопытные, они где-то что-то делают, ошибочно делают. Такое порчу сделать, чтобы они даже развелись, и больше не могла на замуж уйти. Или же больше, чтобы не мог он жениться. Из этих людей строгое наказание ислама. Очень много людей от них страдают. Они это делают ради денег. Он, может быть, даже их не сихр, убит человека. Но они это делают ради денег. Это такие грязные люди. Ислам тоже с ним обращается, так же строгое. Иначе их невозможно остановить. Ну да, потому что, как говорится, воздаяние, подобное деянию. Насколько тяжелый грех? Их невозможно остановить. Из этого Умара, ради Аллаха, он сказал, «Аттус сахир, дарбатум бисейф». Наказание этого колдунаца. Его наказание, дарбатум бисейф, удар мечом. Убийство смертной казани ислама. Потому что сейчас, когда даже уже многих ловят, и даже, например, в тех странах, в которых это вообще запрещено, например, в Сауде, там уже смертный казнь для колдунов, если ловят. Они когда признаются, большинство из них, кто признался, все они признаются, что они не могут опытными сахирами, этими колдунами стать, пока они 100% куфу не делают, пока от ислама не уходят. Там очень много историй они рассказывают. Один рассказывает, как сам сахиром стал. Ему приказали 40 дней в пещере жить, оттуда не уходить. Все свое, нужду тоже там исправляют, этом же грязь лежит. 40 дней. После 40 дней там появился, говорит, это джинь. И сказал, говорит, ему, показали, что эта жена будет тебе слушаться, но ты должен один из намазов не молиться. Или другие, как становятся? Им говорят, ты не можешь, захочешь, одевай как тапочка в Куран, сходи с ним в туалет. Унижай это. Вырезай и ставь в обувь страницы Курана. Или страница Курана, или сами Куран же так, как завяжи под ногами, весь Куран ходи. Таким образом, куфры заставляют делать джинь, чтобы сходить, чтобы сделали куфры, чтобы они слушались. Потом, когда такой куфры он делает, их старший джинов, свои слуги дают ему, чтобы служили, сейху делали, кому-то выселялись, кому-то вредили. И таким образом становятся они сахирами, колдунами. Без куфра невозможно таким сахиром стать. Опытным. Еще некоторые думают, например, идешь этим колдунам, они пишут тебе, раскроешь то, что они написали. Раскроешь, когда написали, там написано, аяты, 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 вроде все на арабском. Все на арабском, написано, аяты, но, может быть, это аяты пишут из мочи, сделанной, краской, чернилой. И смешивают чернила, или смешивают, месечный кросс, смешивают, от грязи, сделанной, пишут Куран. До такой степени, они куфры делают, внедряют, чтобы им эти джини служили. Если мы думаем, что самые колдуны так спокойно живут, нет. Они тоже страдают от этого после этого. Они не могут даже от этого нормально спать. Если они могли бы что-то делать, они самым богатым жили бы. Какие бы деньги у них ни были, они сами, на их жизнь тоже безбарракадные, их жизнь тоже всегда такой страдальный идет. Хукма этих людей, если сто процентов она такая, или она, или он, являются их нехукмой, смертной казни в исламе. Хотя есть другие мнения, но, другие мнения, из чего исходило. Исходило, например, если этот сихр убил человек, тогда убивает. Это мнение имама шафия, рахама Аллаха. Но, когда сейчас уже доказывают, немало их ловили, очень много сейчас видеороликов есть, и признают, и все они признают, ни один из них нет, который с сахаром стал, колдуном стал, без гуфра. Просто какие-то книги изучал и стал колдуном. Эта книга изучает, вместе с ним, и в этих книгах, которые изучающие книги, там такие заклинания, которые призывают джинов. Эти джины потом им добавляют, если ты хочешь более опытным стать, сделай это. Там один сам признается, как он с сахаром стал. Это ролик тоже есть. В этом лекции даже я сидел в Саудии, это где-то, наверное, 14 лет тому назад, там лагерь, именно про этот сахар был, это там был один из этих, который следит именно за... глава такой полиции, который ловит... ловит только колдунов. Он это рассказывает, и он рассказывает, то, что сам услышал от этого колдуна, как он колдуном стал. Всего три вещи, которые потребовали. Не ходит джумуа. Один был, пятничный ламаз не ходит. Второй был, один из пятерых ламаз пропускать. четыре дня, но один не делал. Это явные куфры уже, заранее. Третье было, это самое страшное. Один из твоих родственников, чтобы с ним зина сделал. Или мама, или сестра, махрама. Близких родственников, из твоих махрама, чтобы зина сделал. Если хочешь, опытным стал. Этот опыт он сделал. Ламаз не делал, это легко. Но этот третий тоже, он не отказывается за то, что он не хочет делать. Не за то, что он не хочет делать. Он отказывается за то, что те не соглашаются. Джин подсказывает ему, говорит, дай им что-то снатрунное, усыпи их и делай это харамное. И он стал одним из сильнейших колдунов в этом районе. Вот такие люди это колдуни. И они ничего будущего не знают. Могут один из тысяч, которые может этот джинни услышать от ангелов что-то завтра в будущем. Могут одно это услышал хорошее, это будущее рассказать, вместе с ним правду. Вместе с ним 99. Воронеже тоже добавляют за то, что одну правду узнали, думают, остальное тоже все правда, и начинают от них бояться. Начинают их верить, ходить им. Это все является харамным, все это является запретным. И то, что они требуют, чтобы без имени Аллаха резали животного, жертвы, тот животное, который создал Аллах субхану 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 или же без 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 предназначения слова Аллаха субхану бисмиллях бисмиллях вот таким образом колдуны становятся. И это порчу они делают, но это является куфром, их наказание тоже является смертным казом для уничтожения Аллах и избавит общество мусульман от этих людей. Амин. Амин. Амин.